В Доме культуры имени Звягина состоялась третья игра Молодежной Лиги КВН. На протяжении всего представления ребята соревновались в остроумии, звучали искрометный смех, кричалки зрителей, болеющих за свою школу. Тема игры была выбрана под стать сезону года, а именно весенний марафон. Школьники хохмели насчет предстоящих экзаменов, нестабильной погоды и весенних забав подростков. Оценивали шутников справедливые жюри, в составе которого представители администрации, образования, депутатского корпуса молодежной политики. В этой игре три команды были награждены статуэтками и грамотами. В номинации «Командное попадание» награжден портовый хуторок из школы номер 36. Они покорили зрителей тем, что с юмором напомнили, весной можно не только играть, но и пахать. И мы мои внученьки, Сашенька, Людочка, ну как же я по вам соскучилась. А на улице-то весна. Не поможете ли вы мне картошечку посадить? Ба, ну мы же отдыхать приехали. А картошку сажать? Чем это вам не отдых? А у меня что-то голова болит. На это у меня кое-что есть. Зачем? Время лечит. Но у нас же столько планов на каникулы было. Какие? Комп, спать. Да. Физмарк! 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 Мальчики, вы чего? Пошлите! А что? Я тоже хочу, чтобы нам аплодировали. Весна – это время романтики. Ребята из команды «Нон-стоп», победившие в номинации «Мастера южного юмора», показали, как сложно бывает на первом свидании. У меня сегодня первое свидание. Что делать? Что делать? Не переживай, я тебе помогу. Вот, держи наушник. А через второй я тебе подсказывать буду. Вот, подойди, познакомься с ней. Спроси у нее, как ее зовут. Привет, как тебя зовут? Настя. А тебя? А меня? Придумай какое-нибудь оригинальное имя. Наташа? Смешно шутишь. Придумай мужское имя. Ашот. Что-то ты не похож на Ашота. Скажи уже свое имя. Ну, Коля? Ну, что ты молчишь? Спроси у нее что-нибудь. Настя, а сколько тебе лет? У девушек такое не спрашивают. У девушек такое не спрашивают. Потише, она, походу, тебя слышит. Ну, давай хоть потанцуем. Я не умею. Иди, иди, я тебе подсказывать буду. Но постараюсь. Руки на талию. Да не себе ей на талию. Возьми ее за руку. Ниже, ниже. Одной рукой держи, вторую Наталию. Да не себе ей на талию. А теперь одной рукой... Теперь ногами. Левая, правая, левая, правая. Да не маршем. Вместе с ней вперед. Назад. Вперед. Назад. Так, все, хватит. Команда физмата из школы номер 9, ставшая номинантом победителя весеннего марафона, показала остроумную композицию, очень жизненную для выпускников школы. Что случилось? Прямо пистенье марафон какой-то. Давайте выясним, куда же люди все спешат. Девушка, девушка, пару вопросов. Мне совершенно некогда. Ну а что же вы делаете? Я готовлюсь к экзамену. У меня как раз есть отличная шутка на эту тему. Начнем с того, что экзамены это... ЕГЭ дышит мне в затылок, говорит. Привет, это я. Мне сейчас не до вас. У меня нет. Ну что, серьезно, что ли? Да! Ну и напоследок, мы хотим подарить вам старую, добрую и школьную фотографию и школьного альбома. И я почему-то нравился последний звонок. Сын-сын. Как можно здесь на плечи? А? Продолжение следует... Зрители из зала рукоплескали удачным шутком и смеялись от всей души. Все визитные карточки были остроумными, но жюри пришлось выбирать, сколько ставить баллов об этом, сказал глава района Олег Ефимов. На самом деле, все команды молодцы. Я жюри не завидовал. Почему? Скажу честно, я бы не выбрал ничего. Потому что, ну как, все реально молодцы. То, что я увидел, я, скажем так, впервые на ТВН, а не в долгом году, но тоже пока все было в путь, он сейчас сел, посмотрел, эмоции добавили, позитива добавили. Поэтому, я думаю, зрителям все понравилось. Ребята молодцы, команды молодцы, но жюри надо поработать, потому что сами посудите, как обсудить, если все лучшие. Вот реально так оно и есть. Поэтому командам спасибо за позитив. Все хорошее рано или поздно заканчивается, но не стоит отчаиваться. Все участники получили баллы, которые будут учитываться в финале сезона КВН, который скоро состоится. Команды готовятся выложиться на все 100%.